Рекомментировал посол ЕС в Украине Фюгмин Гарелли и ситуацию с отказом Евросоюза продолжать с Киевом проекты, связанные с модернизацией КПП. По его словам, окончательного провала программы не произошло, но есть трудности в реализации. Кто виноват в их возникновении, об этом рассказал уже глава Минфина Украины Александр Данилюк. Мы знаем, что возникли трудности с реализацией этого проекта. На данный момент я не могу подтвердить или опровергнуть тот факт, что деятельность проекта была приостановлена. Мы тесно сотрудничаем с органами самоуправления в Украине. И мы существуем для того, чтобы помочь им реализовывать ту или иную политику. Это очень негативный сигнал, очень негативный сигнал, скажу вам подверто. Потому что, когда мы говорим о współпространстве с нашими партнерами, через вашу неспроможность мы просто сами себя дискредитуем. Были проблемы, они связаны, это касается ДФС, но это же не вопрос этого года, минулого года. То есть это вопрос из этой программы, который начался еще раньше. Поэтому мы сейчас будем искать выход из этой ситуации. Проект стоимостью почти в 30 миллионов евро был в первую очередь направлен на модернизацию пунктов таможенного пропуска. Это шесть объектов. Цель максимально ускорить процесс оформления грузов и уменьшить автомобильные пробки на границах. Но буквально вчера в ЕС предупредили, что программу сворачивают из-за подозрений в коррупции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова